Ни одна страна мира, в которой столь низкий уровень жизни, как в Украине, там не побеждена коррупция. Коррупция побеждена только в странах, где есть более-менее средний, высокий уровень жизни. То есть то, о чем вы говорите, нет коррупции на бытовом уровне. А потом уже действительно законами, НАБУ дорабатывают все остальное. Когда человеку не на что выживать, то обвинять его в том, что он взял 10 гривен с пациента, это цинизм и лицемерие. Это вот я говорю, достаточно тоже много езжу по регионам. И вот я в последнее время общался с работниками центральных районных больниц. И вот когда им говоришь о том, что как нужно, вот вы посоветуете, вышли на местах, как нужно реформировать. Люди просто у них, я прошу прощения, может так за фигуру речи, пена изо рта. Потому что когда они говорят, хватит уже нас реформировать, потому что реформировали тогда, мы просто уже не можем жить, мы просто не можем лечить людей. Я еще раз повторюсь, надо вернуться к печке, надо понять, что мы готовы тратить. Надо честно об этом сказать людям, не морочить людям голову, сказать, я не согласен с тезисом, что нам нужно отойти от бесплатной медицины. Потому что при том уровне жизни наших людей, это просто невозможно. Но нужно четко сказать людям, какой уровень государство четко финансирует. Что мы компенсируем, как мы действуем в отношении компенсации в аптеках тех лекарств. У нас же не работает, все практически свернули. Гипертоника в программе не работает. Программа с инсулинами тоже практически не работает. За что не возьмись. При этом мы боремся, вроде, да, действительно, боремся с коррупцией. Я еще раз повторюсь, вот сегодня мой коллега, член комитета по здравоохранению, коллега по фракции, господин Шурма, пытался спросить у Розенко в отношении того, что 2,5 миллиарда потрачено, я еще раз хочу сакцентировать внимание на этом, потрачено в прошлом году по этой новой системе, которая рекламируется в отношении закупки у зарубежных там производителей. На сегодняшний день, это я еще раз подчеркиваю, это 15-й год, на сегодняшний день в регионах 200 миллионов, а в 16-й год, вот Ирина тоже об этом говорила, даже не начаты процедуры. Вернемся к зарплатам. Ростислав Олегновский, вы...